Наша героиня дежурный по станции Чита-1. Она занимается пропуском поездов, отвечает за безопасное движение. В ее подчинении каждый работник. И только ей видно на пульте табло всю станцию целиком. И только она знает, как лучше построить маршрут движения на 85 путях. Меня зовут Король Оксана. Я работаю дежурным по станции 11 лет. В таком непростом ритме дежурный по станции работает 12 часов. Каждую секунду по радиосвязи раздается Чита-1. Это значит, что машинист, осмотрщик вагонов или монтер пути просит разрешения на выполнение операции. Ведь только Оксане Король и ее напарникам известно, на какой путь лучше принять поезд, куда отправить за вагонами маневровый локомотив и как воедино связать действия десятков железнодорожников, чтобы работа столичной грузовой станции не останавливалась ни на минуту. Ведь каждые сутки здесь разгружают по 150 вагонов с товарами для жителей Читы. Дежурный по станции управляет всем процессом на железнодорожной станции. Работой технических средств, работой смежных предприятий и общее руководство работы станции в полгода-суточном режиме. Безопасный пропуск поездов – это огромная ответственность. Недаром железнодорожный транспорт является в нашем государстве одним самым безопасным. На станции единовременно работают трое дежурных. Старший отвечает за планирование и раздает команды тем, кто сидит за пультом управления. Например, чтобы поезд продолжил движение, нужно открыть светофор. Чтобы перевести поезд на другой путь, необходимо задействовать рукояти почти 300 стрелочных переводов. Каждое выполненное действие отражается на пульте табло на стене. Вот второй путь, третий путь. Здесь находятся платформы, сюда прибывает лицо поезда. То есть, если вот сейчас путь горит белым, значит, скоро к нему приедет поезд, который вот сейчас… Заготовлен маршрут к поезду, чтобы стрелки в маршруте были замкнуты, чтобы никуда не переводились. Поезд прибывает, его видно, что он прибывает по светящейся красной полосе. Ну, это похоже, знаете, на работу. Не на работу, а склад у маших матиста. Нужно на пять, а то и более шагов вперед продумать. Необходимо рассчитать длину поезда, длину пути, чтобы каждый состав был принят. Оксана признается, за 12 часов устаешь. Но нужно быть собранным и стрессоустойчивым, как минимум до конца смены. Дорога ошибок не прощает. Ну, я люблю свою работу, она мне дает уверенно в завтрашнем дне. Это стабильная заработная плата. Зарплата одна из высокоплачивых вообще в нашем регионе и на железной дороге. И я достойно работаю за эту зарплату. Валерия Афанасьева, Анатолий Тюльнев, Антон Носов, РТК «За Байкалье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова